Здравствуйте! В студии Дарья Самородова. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. В начале коротко о сегодняшних темах. Дмитрий Артихов посетил Волноваху, осмотрел объекты, на которых работают ямальские строители, пообщался с местными жителями. Члены участковых избирательных комиссий проведут по квартирный обход, расскажут о процедуре голосования и новых возможностях. Очередной снегопад добавил хлопот коммунальным службам. На улицах города задействована вся техника, предназначенная для уборки снега. Как по куску обгоревшего провода определить причину пожара? На этот и многие другие вопросы знают ответы работники испытательной пожарной лаборатории МЧС. Новый год прошел, а сказка продолжается. В детском саду «Ромашка» воспитанникам показали театрализованное представление, в котором приняли участие многие сказочные персонажи. Глава региона провел рабочий день в Донецкой Народной Республике. Дмитрий Артихов посетил объекты, на которых работают ямальские строители, пообщался с местными жителями. Ямал за полтора года шефства над самым крупным районом республики восстановил дома и социальные объекты. В зданиях МФЦ и бывшего дома пионеров завершаются строительные работы. Новое двухэтажное здание многофункционального центра площадью 870 метров квадратным возвели на месте старого, которое было сильно повреждено в результате боевых действий и не подлежало восстановлению. Внутри здания завершены отделочные работы, готов вентилируемый фасад, который стилизовали под чумы национально-ненецкое жилище. Над восстановлением дома пионеров ямальцы работают седьмой месяц. После обстрелов от старого здания оставались только стены. Дмитрий Артихов оценил, как продвигается ремонт фасадов домов под центральной улицы Ленина. В работе у ямальцев 20 многоквартирников. Пять домов будут в цветах российского триколора. За время шества Ямал восстановил 200 домов. В большинство уже заехали семьи. Дмитрий Артихов побывал в гостях у семьи Деревянка. Прошлой зимой в их дом попал снаряд. Квартира выиграла дотла. Жильцы в это время спасались в подвале. Семье дали квартиру в новом доме с мебелью и бытовой техникой. Глава региона осмотрел центральный стадион города, который привели в порядок ямальские строители. Теперь он носит имя региона-шефа. Название «Ямал» поддержали местные жители. Дмитрий Артихов также побывал на службе в восстановленном Свято-Духовском храме в Волновахе. Глава региона пообщался с коммунальщиками, которые занимаются устранением аварий на сетях тепла и водоснабжения. Сейчас в Волновахе работают 22 специалиста с Ямала. Итоги поездки на подшефтную территорию Дмитрий Артихов обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным. Речь шла о дальнейших работах, которые северный регион возьмет на себя в Волновахском районе. Шефство над самым большим в ДНР Волновахским районом «Ямал» взял в июне 2022 года. Округ вернул к жизни важные социальные объекты. Это семь корпусов больницы, станция переливания крови, 18 школ и 12 детских садов, музыкальная школы и школа искусств, два корпуса ПТУ, здание соцзащиты и создается 29 спортивных площадок. В преддверии выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта, члены участковых избирательных комиссий проведут поквартирный обход избирателей города Лабытнанги. Расскажут о процедуре голосования и новых возможностях для избирателей. Сейчас специалисты проходят обучение. Представители участковых избирательных комиссий постучатся в каждую квартиру лабытнанцев и Харповчан. С 17 февраля граждан об их избирательных правах будут информировать лично. Члены УИКов будут использовать смартфоны со специальным приложением. Они разъяснят жителям города вопросы, связанные с порядком, формами голосования, выявят тех лиц, которые нуждаются в голосовании на дому. Разъяснят механизм мобильного избирателя, то есть возможность прикрепления к тому участку, который наиболее удобен для конкретного избирателя. Предстоит масштабная работа. Сегодня в этом зале собрались те, кто будет активно участвовать в этих обходах в рамках информ УИКов. Предполагается одна волна обхода и за это время каждый информатор опросит порядка 300 человек. Людмила Половинки на 30 лет работает в избирательной системе. Сегодня на ее 313 участке числится 1060 адресов. 313 участок находится на станции Обской. Мы своих избирателей, знаем уже не один год. И так они знают нас тоже в лицо, потому что всегда у нас явка неплохая. Поэтому избиратели, я думаю, что все отнесутся к этому серьезно. По той простой причине, что они понимают, что это будет происходить. Все-таки это выборы президента, это наша жизнь. Поддомовой обход продлится около трех недель. Информаторы в будние дни посетят избирателей с 17 до 20.00, а выходные могут наведаться с 10 утра и до 8 вечера. Очередной снегопад добавил хлопот коммунальным службам. На улицах города задействована вся техника, предназначенная для уборки снега. Особое внимание уделяется проезжей части, тротуарам и межквартальным проездам. Территории, прилегающие к жилым домам, приводят в порядок управляющие компании. Репортаж Ирины Якововой. Еще толком не расцвело, да и вьюжит. А снегоуборочную технику можно видеть во многих местах города. Вот, например, активные работы ведутся возле железнодорожного вокзала. Работает Автомик Плюс. Рабочий день с 8.00, так что у нас двухсменно рабочий день, а ночная смена тоже с 8.00 до 4.00, до 5.00, вот так утра. Комплексная получается очистка снега. Примерно 16-17 единиц техники за раз. Вот, как вы видите, кто-то своим делом занимается, кто-то режет, кто-то собирает, кучкует, кто-то вывозит. Это же все надо комплексно все очищать, вывозить. При уборке снега главное внимание коммунальщики уделяют очистке проезжей части, тротуарам, пешеходным переходам. Главное – комфорт и безопасность граждан. Каждое утро объезжаем, после, на вторую смену тоже также объезжаем, где заносы, где что, что, понадобится где. В местах, труднодоступных для техники, трудятся рабочие. Вот так, простым дедовским способом лопаты очищают заснеженные участки. По-другому никак нельзя. Но что касается жилых комплексов, то следует помнить, что коммунальщики, подрядчики ответственны за межквартальные проезды, а территорию возле жилых домов убирают сотрудники управляющих компаниями. Ирина Яковлова, Игорь Гуляр, информационное агентство «Лабетнангер». Как по куску обгоревшего провода определить причину пожара? На этот и многие другие вопросы знают ответы работники испытательной пожарной лаборатории МЧС России по Ямал-Ненецкому автономному округу. В мельчайших деталях восстанавливать обстоятельства происшествия им помогает современное оборудование. Какое именно, расскажем в следующем сюжете. Вот уже 28 лет на Ямале действует испытательная пожарная лаборатория. На вооружении у специалистов есть современное стационарное и полевое оборудование. Так, на каждое место происшествия сотрудники берут с собой чемодан, в котором есть все необходимые приборы, чтобы провести осмотр, изъять вещественные доказательства и образцы. Бывает так, что где-то на каком-то пожаре истина лежит прямо на поверхности, либо человека взяли с поличным, злоумышленника, либо он произошел в пределах очевидности. А бывает такое, что от дома ничего не осталось, и установить причину можно только путем применения высокотехнологичных средств. Если кажется, что огонь уничтожает все следы, то это не так. Специалисты могут в мельчайших деталях восстановить картину происшествия, понять, где находился очаг возгорания и что в конечном итоге стало его причиной. Еще одно важное направление в работе экспертов – это проведение испытаний и научных исследований в области пожарной безопасности. Они осуществляют деятельность в рамках того же Федерального государственного пожарного надзора и обеспечения соблюдения мер пожарной безопасности. То есть выявляют, есть ли нарушения, либо данные нарушения отсутствуют. Проводят испытания системы средств противопожарной защиты, автоматической пожарной сигнализации, системы вывещения людей о пожаре. Также проводят испытания на пригодность к эксплуатации систем внутреннего противопожарного или наружного противопожарного водоснабжения, ограждений пожарных, лестниц пожарных. В год сотрудники испытательной пожарной лаборатории Ямала проводят порядка 100 судебных экспертиз. Около 300 исследований и почти 250 испытаний. Благодаря их работе, расследованию пожаров и борьбе с огнем с годами становятся эффективнее. Карина Щербакова, Григорий Волков, информационное агентство Лабытнанги. Новый год прошел, а сказка продолжается в детском саду «Ромашка». Воспитанникам показали театрализованное представление, в котором приняли участие многие сказочные персонажи и главные герои праздника – Дед Мороз со Снегурочкой. Ребята испытали неподдельные эмоции. Сказочные герои продолжают создавать праздничное настроение, ведь Нового года много не бывает. Поэтому Снежная королева, Марфушенька-Душенька, ее маманя и принцесса помогли театральной студии «Маленький артист» показать воспитанникам детского сада «Ромашка» зимнюю сказку. Изначально хотели показать сказку «12 месяцев», но чтобы она была более интересна для детей. Всей командой своей, все педагоги, специалисты детского сада изъявили переделать сказку на новый лад. Ребятня веселилась вместе с персонажами, отгадывали загадки, танцевали, заряжались позитивом. А когда пришли Дедушка Мороз со Снегурочкой и символ года дракон, загадывали заветные желания. Но под впечатлением остались не только дети. Мне все понравилось. И маманя моя, и дети. Все было шикарно. Ага. А после спектакля Дед Мороз и Снегурочка захотели еще раз обратиться к лабытнанцам. Ведь следующая встреча не скоро. Бегут часы, проходят дни. Таков закон природы. И мы поздравить вас пишем сегодня с Новым годом. В этот день скучать нельзя. С Новым годом вас, друзья! Мария Киченко, Игорь Гуляр, информационное агентство Лабытнанги. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире и на страницах информационного агентства Лабытнанги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова